Привет, меня зовут Север, это 18 серия прохождения Аркмобайл. Чем мы будем сегодня заниматься? Да я не знаю, продолжать, наверное, высасывать контент из пальца. Единственное, что я точно хочу сделать, это приручить подводную живку и обязательно тусатеуса. А дальше уже посмотрим. Приятного тебе просмотра. Итак, для начала нужно приручить всю оставшуюся живку из данжи. У меня осталось вроде как 4 импланта, и один из них это имплант тушканчика. Или же Джербо. Всегда думал, что у них какое-то уникальное приручение, например, как у тусатеуса, или элистрозавра, мосфобса. Хотя не знаю, можно ли называть это пассивным, ой, точнее уникальным. Это, скорее всего, просто пассивное приручение, в то время как у тушканчика насильственное. Кстати, вот что я заметил. Если хоть кто-то и снимает в эсплэй по мобильному арку, ну, естественно, больше, чем полтора человека, то эти люди не преследуют цели пройти арк, они просто хотят добиться большего. У них даже нету цели, например... Так, ну, понятно все. У них нету какой-то грандиозной цели. Например, апнуть сотовый уровень, приручить единорога, приручить титана, приручить просто каких-то редких существ. Нет, у них какие-нибудь банальные цели, например, сходить в данж, просто хорошенько раскачаться и все, но в игре-то на самом деле очень много контента. Да, с этим можно поспорить, возможно ли на самом деле пройти арк и что это для тебя вообще значит. Для меня лично это выполнить все ачивки и по желанию приручить какого-нибудь единорога и просто редкую живку. Например, Мегатырий или же Пегомостакс. Ну, естественно, тушканчик. Это знаете, с чем можно сравнить? То есть, прохождение ачивок это основной сюжет, а приручение какого-нибудь единорога дополнительный. Это можно взять в пример, например, извините за эту астологию ебать, Shadow Fight 2. Основная линия сюжета это убийство титана, спасение мира, а дополнительный контент это подземелье, где нужно там с кланами сражаться и все такое. Кстати, хотел извиниться за возможное хуевое качество микрофона в этом ролике, так как я впервые решил записывать Сия за столом, ебать, а не лежа на кровати. Почему я вообще решил записывать именно прохождение мобильного арка, а не найти какую-то золотую жилу, какую-то частичку, которая еще не размусоливалась на ютубе мобильного арка, как это сделал, например, Виаларикс, придумал свою рубрику, стоит ли приручать. Да, конечно, с одной стороны, это спорно, ведь отчасти это и не его рубрика, все мы знаем феномена, а именно он создатель этой идеи, но все же он записывает ПК-арк, а он просто импортировал это в мобильный. И хуй к нему придерешься, ведь до этого его никто не снимал. Или же, например, снимать какие-нибудь гайды. Да, гайдов на ютубе полно, но все они говно, прям в рифму сказал. Мне не нравится в них абсолютно все, от подачи до какого-нибудь ценного превью. Единственный чувак, который в свое время реально делал годные какие-то обзоры, какие-то гайды, это Buster Build Play, просто вы знаете его, я надеюсь, вы его знаете, если вы его не знаете, блядь, нахуй вообще существуете. Правда, потом он перешел на летсплеев по Real Life, потом что-то забил на канал пару раз, сделал стримы по мобильному арку, когда выходил из игры, потом он снял, что будет дальше с каналом, что-то там помусолил, и его нет уже примерно как полгода на ютубе. Да, действительно классный чувак был, в то время ему не было ровней, так скажем. В общем, мне суть важна. Как вы поняли, что летсплеев, что гайдов по мобильному арку, да хуя, и все они ебаные говно. Я могу сделать сто раз лучше. Итак, в 21-м году у меня появляется iPad, новое устройство, которое наконец-таки потянет мобильный арк. В то же время, сразу же я ознакомлюсь с моим кентом, еще до покупки iPad, примерно за неделю до этого. Мы идем вместе играть в арк, на первый попавшийся PvE сервер, потом на следующий день включают PvP. Я каким-то хуем смог сломать турель топором, я четко помню этот момент. Ну и, естественно, нашу каменную коробку зарядили. Я помню на тот момент, и у нас был Трецератопс, Паразавр и все такие начальные существа, которых приручают именно лубасы в мобильном арке. Потом мы перешли уже на полностью PvE сервер, потому что начинать с PvP это не круто, у тебя нет опыта, у тебя ничего нету, ты, блядь, будешь строить какие-нибудь деревянные коробки, и тебя будут трейдить, и ты просто потеряешь интерес к игре. И если так посудить, мой кент на тот момент играл в мобильный арок уже 2 месяца, а я только зашел. Но в то же время мы были практически одинаковы по скиллу. Я очень быстро учился, ну и на данный момент я перегнал моего друга примерно на год. В общем, тогда у меня уже был первый канал, тоже назывался Северполис, я тогда снимал абсолютно все, неважно какая игра, Асфальт 9, 60 секунд, Шаду Файт 2, там, Саспект, Самон Касс, и, естественно, Арк Мобайл. Больше всего залетал Арк Мобайл, и эти летсплеи, они были такие ламповые, если честно, ну, прям вспоминаю с тоской. В общем, потом я канал нахуй удалил, потому что я снимал 2 года безрезультатно, только 40 подписчиков, и практически никакого активно под видосами. Потом у меня уже появился новый канал, Тинтабери называется, ну, правда, я его тоже удалил, по стечениям обстоятельств, может быть, даже кто-то из вас помнит, какой-то легендарный канал был, он был по PvP в мобильной марке, тогда я был Боб, но летсплеи, так сказать, тоже выходили очень классные. Ну, просто выиграл и удалил канал, и вот, пожалуйста, это уже, наверное, хуй пойми, какой канал по счету, может быть, десятый, но это самый успешный канал из всех, который когда-либо был. В общем, когда я начал играть, на PvE я провел изначально примерно 5 месяцев. Играл сначала на первом PvE сервере, который потом перешел в PvP, и нас зарейдили, потом на втором GoldenEck, который существует вроде как до сих пор. Потом мы с GoldenEck ушли, так как не знали просто, что уже нам нужно делать, и пошли какой-то на другой. Это NN сервер, в общем, не суть важна. Этот сервер закрыли, мы тогда еще не знали, то, что его закрыли, думали просто отключили до каких-то определенных моментов. Ну, и, в общем, говорю моему другу, давай-ка я пойду сыграю на PvP, скажу, что там, как вообще. Скрафтил плод, кожанку, или же кожанку, лук, болосы, железные инструменты, и все такое. И пошел и вошли в бомже, потом пригнал плод к краю карты, и это было так охуительно. Я говорю моему другу, погнали на PvP, похуй на этот PvE. Он согласился, тем более, наш сервер нахуй закрыли, уже все-таки окончательно дошла до нас эта весть. Ну и пошли играть на PvP, начали записывать PvP, и, пожалуйста, взлетел канал Тинтабери. Правда, не так сильно, потому что, если бы не канал, ой, блядь, если бы не пиар канала Виоларикс, то хуй знает, сколько бы я еще торчал на месте. В общем, из-за азарта игры на PvP я просрал кучу PvE-моментов, которые я должен был встретить либо с тоской, либо с радостью на лице, еще новичком в арке, в мире мобильного арка. А по итогу поиграл 5 месяцев и пошел на PvP. Это самое хуевое решение, которое я когда-либо делал за свою жизнь. Ну и поэтому хочется просто пройти арк мобайл и наверстать упущенное, чтобы уже просто не терзала, так сказать, совесть. Да и просто как достижение. Фух, я пизделал около 30 минут, на монтаже, естественно, выйдет короче, наверное, на минут 5. В общем, возвращаемся в мир мобильного арка, и волк приручился с одной первосорки. Это, если что, волк из пещеры, я его просто убил и решил воскресить. До этого мы приручили саркозуха, тушканчика и вроде как диадона. Кстати, статуи и волка довольно-таки неплохие, но их в то же время дерьмовые. Все-таки практически 800 уровень. Ну что это такое, блядь? Я тут подумал, я ни разу свою игру не делал большую дуду. Вы наверняка видели их дальше, но их имплант нельзя забрать, иначе это было бы слишком легко. В общем, чтобы получить большую дуду, тебе просто нужно дохуищей раз их скрещивать. С каждым поколением вроде как размер дуду будет увеличиваться. И когда он уже наступит 2х, если вы играете на английском языке, там будет написано дуду скейл, например, 0.91. Это размер дуду. И когда там уже будет размер 2, вроде как уже на дуду можно кататься, но нужно седло. А для седла нужны перья. А большая дуду как раз-таки крафтит перья. Да, это все очень замкнуто. В общем, сейчас приручу дуду, поскрещиваю, может быть, что-то дополучится. О, ебать, двойня. Круто. Здесь 37-й левел и FML. Это, скорее всего, тоже FML будет. Так, как мне тебя забрать, господи, мешаешь? Уйди, пожалуйста. Ай, красава, сама вылезла. Это тоже FML, то бишь, баба. И тоже 237-й уровень. В общем, подождем, пока они вырастут. И на протяжении ролика я буду по чуть-чуть скрещивать дуду. Естественно, показывать я не буду. В общем, может быть, покажу конечный результат, так скажем. Кстати, либо в первой, либо в второй части выполнения чибок я потерял Тернодона, его загрызли волки. Поэтому давайте приручим, так сказать, вернем потерянное, то, что принадлежит нам. Ну, как-то странно вот смотреться у тебя и Единорог есть, и Титан, а Тернодона нет. Что это такое? Так, одна стрела. С одной стрелой заснул, ты посмотри, какой. Плюсы 90, заснул с одной стрелой. Так, и нам нужен Prime. Давайте, что я сделаю? Скравчу, наверное, с палку, чтобы не потерять птеры, потому что, ну, я могу это сделать. Что это такое? Блять, подарок какой-то. Артефакт-педестал, пиздец, как полезно, я просто вахуй. Лучше бы игрой занялись, чем подарки пикали, уебище. В общем, чуваки, приспичил мне приручить Тусатеус, а чаще всего он спавнится у Красного Обелиска. Вообще, он спавнится везде, но не будут уж с Нилой, чаще всего именно у Красного, но это как посмотреть чаще всего, потому что он все равно сукареткаем. О-хо-хо, ебать, вот это везение сразу же с первой попытки я по приколу решил чекнуть. Ебать, повезло. Эгай, бля. Какой же он все-таки красивый. Еще и 80-й, вообще кайф будет. Кого ты там пытаешься схватить, ублюдок? Меня схвати, ну давай, ну попробуй. Ну, ебать, текстура охуенная. Ха-ха, у меня еще и вылетело. А-а-а. Ну и где он? Только что здесь был, плавал. Блядь. Я походу долбоек, перед тем, как приручить тусатеуса, я решил сделать таги сейф, то бы еще сохранение. И я его сразу же перезаписал. И походу, из-за этого сохранения я проебал тусика. Блядь, все, идите нахуй, я пошел спать. Все нормально, ребят, я нашел еще одного тусика, тоже 80-го уровня и вроде как такой же расцветкой. Ебать! Что ты творишь, Тимоха, блядь? Фух. Так, все супер. 119 уровень получился по итогу. Во, дает. Сколько хп у мегаладона осталось, интересно, ну-ка. 26к, еба, так ты его вообще не смог пробить. И это с обычным седлом, между прочим. Блин, все круто, я больше не тетанцайт, я оптимист. Все, и вообще стакан наполовину полон. Короче, давайте покатаемся на этом зверюге. Ну, не сказать, что он супер быстро, их типа быстрее будет. Еба, что за спидбуд, что я сейчас сделал? Бля, кайф, приучил ты сотеиваться. Ну, блядь, обидно. Нам нужен мед, а чтобы скратить улей, нужен древесный сок, для этого нужны краны и нужна древесная платформа. Уголь, поезда, перфоратор, маршрутка. В общем, вот сюда нужно вкнуть этот кран для древесного сока и... А как понять то, что добыча пошла? Я мед ни разу в жизни не делал. Честное слово. Ладно, так пусть будет дальше сюда поместится. Да, супер. И можно, пожалуйста, вот сюда. Ну, сюда. Ну, блядь, а куда можно? Ну, давай сюда, какая разница? Подожди, а реально, а сколько будет крафтиться древесный сок? Здесь даже показателя времени нету. что за хуйня? Найди нули, нужно 100 древесного сока. Нет, блядь, так не пойдет. Давайте как-то обойдем систему. Смотри, что я нашел. Заходим в станции и вот, аутпост стоит 25 амбера. Здесь можно купить и древесный сок, и улей. Все, супер. Так, улей стоит 100. Покупаем один. Древесный кран 500 и 20 древесного сока 15. Ебать, чё я раньше-то не купил эту станцию? Блядь, у меня сейчас пизды, да сука ты, блядь. Все нормально. Блядь, все хуево. Короче, чуваки, если вы не поняли, зачем эти резинка, чтобы добывать цветы. Цветы добываются с болота, а именно с камышей и еще с некоторых, так скажем, кустов. И эти цветы нужны для работы ульев, поэтому вот так. Как-то так. Хочу притамить базилозавра. Почему бы и нет? 120 уровень с одного куска 32 процента. А вы какого хуя урон получили? Дземоны, Дземоны, отстаньте от меня, блядь. Короче, смотрите, в этом данже есть так его процессор и он вроде как крафтит киблогрифона. Я пройду и попробую получить. Почему бы и нет? Ебать, здесь босс этот долгаш ебаный. Бля, он такой старый, это же просто пиздец. Да-да, он еще говном пуляется, я это помню. Он вроде как даже бочкой может пулять. Короче, я проебал мегалодона, не спрашивайте, как сейчас я его воскрешаю, а еще я проебал тусиком. Поэтому мы сейчас пойдем за новым. на этот раз только 40-го, ребят. Ну, бывает жирное горчание. Короче, чуваки, у меня есть там план 220-го блязиозавра. Давайте его возродим, естественно приучим. 22-го оглушения. А ты что стоишь? А ты чего не агришься на меня? Скорее всего это связано с тем, что ихти, ой, бля, ихти, плезиозавр просто не может всплывать в диком состоянии высоко, и он сейчас высоко находится сразу же, можно сказать, после спавна, и поэтому он как бы это самое, ну, слегка вахуе, можно сказать. Мне все равно, что станет со мной. Герр откатит. Сейчас мы будем томить мегатери, я в данж сгонял, почему бы и нет. Настоящий герой слав, это не тот, кто в сияющих доспехах. Пиздец я тигрот, бля. Я же здесь турели поставил, чтобы от дикой живки отстреливаться, блядь, я забыл. Ну, пиздец. Давайте тогда хищным птицу приручим для начала, она стоит 14 амбера ее возрождение 300 уровень, Ага. Я ее тоже в данж нашел, причем данж довольно-таки легкий, вообще нету препятствий никаких, есть, конечно, стенки, но не бьют раз, наверное, в секунд 30, причем серьезно, один раз ударит и все. Эй, ба, что тимой орген сделал? Все, сейчас за бальзам сгоняю и приручим. Вторая попытка приручить мегатерри, опять анберно фармил, опять же, 300 уровень, хп у него 5600. Ну, кстати, не агрессивный, в принципе, как и в ПК-арке, только если его не ударить. Так. И, чувак, ты меня не бей, только своей башкой. Кстати, смотрите, я здесь, короче, построил типа перестала для живок, понимаете, да? Вот, смотрите, там будут типа экусы, в основном все живки, которыми я не буду пользоваться, но в то же время они, ну, просто прикольные, как бы, украшают твою базу. Тот же мегалазавр, тот же экус, особо не, не особо полезные существа. Ну, я, думаю, не сказал бы, то, что он бесполезный, но на ПВП, может быть, пригодился бы. Извините меня, пожалуйста. Блядь, ты только в воду не беги, там турель еще одна есть. Вот здесь и лежи. Да, бля. Ну, я же попросил, блядь. А, не, все нормально, кислород не тратится. Короче, забыл включить запись, значит, соплавал, пытался найти монозавра, нашел только одного 25-го, и все. Весь океан наплыл по два раза, нихуя нет, зато нашел ихтиозавра. Вот. 110 уровень, теперь 164 или какой-то. У меня лютейшие проблемы с салоной, сейчас еще олень, желательно 110 плюс 90, конечно, тоже неплохо, но если бы это был изи или нормал, то, может быть, я бы еще подумал. 150 олень, в принципе, пойдет, правда, здесь такое пиздец, какое опасное место, два холикотерия, там еще рекс ебется, там, блядь, волки ебутся, и, короче, вообще невкусно. Ладно, олень, собственно говоря, притамился, факел, пожалуйста, в руки, вот, спасибо. Он, кстати, еще такой красивый, у него рога вроде как оранжевые, очень красивый, алей? Не понял, 47 солом, блядь, это что такое? 49. Бля, а ты же самый лучший фармер по соломе, у меня кирка больше добывает, чем ты, иди нахуй, карна, больше добывает, чем ты, ты че, братан, ладно. Короче, нашел еще один банк, дан же с единорогами, значит, там выход, тут камень, встаем на него, и эти резинки просто не могут себя захворять, ни с какой стороны. Ну, не сказал бы то, что их тяжело убивать, ну, хотя бы не придется бегать, ты просто будешь время экономить, босс в этом дан же, если что, жук-носорог, вроде как. Ну-ка, сейчас помпы зарядим этим ублюдком. На нахуй. На на, чё так мало ворона, 137, я понимаю, но, пошел в пизду, пошел в пизду. Я так подумал, эгмонстакс тоже коллекционное существо, которое встречается только в дан же, поэтому давайте его притамим, причем, приручение у него реально, самое уникальное, как ни крути, он пиздит у тебя ягоды, приручается, у него падают проценты, и чтобы проценты не падали, ты должен обратно его на себя загреть, когда сумочка у него пропадет. У меня, к сожалению, межабери нету, поэтому мы будем томить на тентабере. Вот эти 254 межабери, это последние, которые у меня были. Вот, сейчас мы должны его на себя загреть, чтобы он опять спиздил у нас ягоды. Ну, давай. Да, он, конечно, тупит порой. Вот, все. и проценты больше не спадают. Блин, такой смешной, он думает, тоже сможет мешать, ну, конечно. Ну, и все, мы приручили очень бесполезное существо, но в то же время одну из самых редких. Да. Ну что ж, ребят, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Мне похуй, если халтурно получилось. Всем удачи и помни, все только начинается. артур пирожков, ты тоже котяра, я такой. Ну, Никита отчим пришел, блядь. Благостаршая пиздяка. Закрыли и слушали меня. А я думал, что я хотел. Да где? Пускуй. Как меня это бесит, этот данж, твою мать. Он тебя усыпляет в любом месте. Ты еще раз закрой, тупорылая дура. Какой гриф? Он тебя приучал в жизни. А ты кто? Я просто не понял, с кем я говорю. И нам убегать от шап и диалофазавра. Продолжение следует. Продолжение следует.